20 минут о красивой жизни, позитивных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Очередной литературный квартирник в Челябинске проходил не в формате светского раута, а как обычный концерт. Гостем вечера стал известный столичный писатель Александр Цыпкин. За несколько минут до выхода на сцену он встретился со съемочной группой Beauty Time. Рассказы разные. Есть грустные, есть веселые, есть хронические. Это удивительный коктейль из литературы, театра, стендапа, капустника, приема психотерапевта и вечеринки. Беспринципные чтения от самого популярного писателя Рунета Александра Цыпкина собрали полный солд-аут. За Александром мы следим давно, честно, очень давно, наверное, ну порядка года, наверное. Да хотелось познакомить Челябинск с Александром Цыпкиным, потому что на данный момент это топовый писатель России. Его рассказы короткие, емкие, очень лаконичные, остроумные. Можно посмеяться, можно поплакать. И вот этот вот формат, когда выходит сам автор и читает собственные произведения, это вообще сильно подкупает, да, потому что он как бы о себе. Сам Александр признался, что свои выступления специально не готовит, читает то, что в данный момент кажется актуальным. Программу я выбираю за пять минут до выступления. Мне повезло, у меня рассказов хватит программ на десять, поэтому я вот думаю, что я буду сегодня читать. Сегодняшняя программа совпадет со вчерашней в Екатеринбурге, потому что она хорошо зашла. Челябинская публика оказалась подготовленной. В зале было много преданных поклонников. Александр Цыпкин для меня это один из лучших современных писателей. Я обожаю читать его рассказы. Я даже сейчас бегала, искала его новую книгу, чтобы он мне ее подписал. Надеюсь, что он подпишет. Человек, если бы был неинтересным, бы не собирал такие огромные залы. Столько народу просто так бы не приходили. Ко мне придет человек, который про меня что-то слышал. И на первом этапе чтения моих постов, рассказов или каких-то коротких вещей уже отбор произойдет. Ко мне придут люди с чувством юмора, с самоиронией и готовые к таким пограничным темам. Но если вы всей страной литрами пьете водку, а потом заедаете ее куглем из шахты, чтобы она просто не действовала. Ты понимаешь, что вы отъехавшие? Всех, всей страной. Инновационные технологии в эстетическую медицину, как правило, приходят из медицины лечебной. Суть методик обычно сводится к тому, что это максимальный эффект при минимальной травматизации. Как это работает, смотрите далее. Нам увлажнить кожу изнутри, нам нужно хоть как-то в нее проникнуть. Если мы не готовы пока что делать инвекционные какие-то методики, то есть мы можем без повреждения кожных покровов ввести гиалуроновую кислоту, микроэлементы, аминокислоты, витамины, все, что нам нужно для метаболизма в дерме. В эстетической медицине есть методики радикальные, исправляющие видимые недостатки, а есть уходовые и профилактические, которые улучшают цвет лица, состояние кожи и внешний вид в целом. Альтернативой сывороткам и кремам, работающим на поверхности, и уколам, вызывающим травматизацию и стресс, становятся высокотехнологические методики, в их числе безинъекционная мезотерапия. Мы используем швейцарские технологии, это наносомальные, липосомальные сыворотки. То есть в чем тут смысл? Мы, не прикасаясь к коже, с помощью манипулы, из которой идет сверхзвуковая волна кислородная с распылением этой самой сыворотки. То есть мы внедряем эти молекулы через кожу и получаем эффект высокого проникновения. То есть если мы иголочкой при биоревитализации заходим где-то на 3 мм вглубь, то в данном случае 3,5-3 мм мы получаем за счет именно вот этой технологии. В арсенале доктора несколько вариантов различных сывороток и мезококтейлей, которые подбираются в зависимости от возраста и состояния кожи. Сама процедура длится около получаса. Чувствуем, да, воздушная волна, она такая, в общем-то, не страшная, а приятная, да? Никаких болевых ощущений у нас нет. В данном случае мы не получаем травматизации на лице, процедура приятная, даже получаем еще лимфодренажный массаж. То есть у нас и микроциркуляция улучшится, и проникающая способность хорошая. После этого у нас нет реабилитационного периода, мы не ходим с покраснениями, с папулами, с какими-то раздражениями на лице. Мы отсюда уходим, мы можем эту процедуру использовать как флеш-процедуру перед каким-то мероприятием, или, если это нам необходимо, то есть вот быстрый эффект получить, это как раз будет процедура выбора. А для того, чтобы здоровый цвет лица и эффект увлажненности был продолжительным, необходимо пройти курс из 6-8 процедур. Милые дамы, вы достойны внимания, нежности и комплиментов в любом возрасте. При этом забота о своей внешности никогда не бывает лишней. Клиника профессора Алехина приглашает вас на безоперационную подтяжку лица, шеи и зоны декольте. Запись по телефону 200 ровно 2323. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Стать блогером очень просто. Главное начать. Ведь количество подписчиков зависит от качественного контента и интересной идеи. Естественно, что начинающие блогеры всегда учатся у более опытных и продвинутых. Именно поэтому инфлюенсеры из Москвы решили поделиться с челябинской публикой своими секретами съемки и о том, как превратить свое хобби в заработок. Александр Ларин – режиссер, оператор музыкальных клипов и тревел-видео. Известен тем, что снимает все на мобильный телефон. Наша сегодняшняя тема была создание профессионального контента, видеоконтента, в основном в теме тревел с использованием камеры айфона. Оказывается, что этот телефон открывает прям новые возможности для видеосъемки в таких сложных условиях, экстремальных условиях, как путешествия. И, собственно, об этом сегодня была речь. Интерес к видео, он появился сам по себе. Вы знаете, это тот идеальный случай, когда хобби и то, что тебя увлекает, в конце концов превращается в твою работу. Это началось с того, что мне было лет, наверное, 13. Я купил себе маленькую мыльницу и сначала на нее фоткал, потом нашел функцию видео, что-то снимал на видео. А потом как-то я подумал, можно зато что-то смонтировать. Я слышал, что есть такая штука, как видеомонтаж. А потом пошло, поехало и, собственно, сегодня перелом, потому что это моя работа. Но однажды у нас на одной съемке так получилось, что украли все съемочное оборудование. И все, что осталось, это был айфон. И заканчивать съемку и делать следующие, которые были по плану, по графику, нам пришлось на айфон. Благо на тот момент сверхтребований к качеству не было. Главное было рассказать историю и идею передать. Юлия Косма пусть к сердцу подписчиков проложила благодаря своим талантливым раскладкам предметов и еды. А на своей лекции она поделилась секретной информацией о том, как правильно вести свой блог. Я даже приехала с эксклюзивом, потому что про те приложения, которые я сегодня буду рассказывать, на которых можно работать на айфоне, даже не все, так скажем, столичные фотографы об этом знают. У меня часто спрашивают даже сами рестораторы из серии, как вы это сделали, расскажите секрет. Вот, я до этого времени этот секрет оставляла в тайне и, соответственно, только сегодня его раскрою именно для челябинцев. Я, на самом деле, снимаю меню в серьезных заведениях, в ресторанах, в кафе. Вот, и, соответственно, моя вторая сфера деятельности – это именно блогинг. А блогинг в Инстаграме, он, так скажем, взял свое развитие, в принципе, из флэтлей, потому что этому жанру уже больше, чем десяток лет. Вот, но у меня высшее художественное образование. И, соответственно, жанр флэтлей я немножечко смешала с тем, что я знаю, на то, что я получала образование. Я смешала этот жанр со своими знаниями и плюс современной технологии теперь занимаюсь ожившим флэтлей. То есть даже, скажем, мы уже перешли немножко вперед, и теперь я создаю такие раскладки, где движется, например, кофе или там листочки шевелятся. Это называется еще и синемографией, и, соответственно, получается, что несколько таких жанров искусств посоединились в один, и, соответственно, получается такая огромная сфера деятельности для любого творческого человека. Вся прелесть блогерства в том, что эта тема открыта для каждого. Главное – желание учиться новому, находить свои идеи и делать что-то исключительно интересное, красивое и качественное. Это «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Теоретики моды характеризуют кэжуал как повседневный стиль одежды с акцентом на удобство и практичность. И в рамках этого широкого направления можно создавать самые различные образы. Идею повседневной женственности выражает платье. Трикотажное, комфортное, очень практичное. Оно меняет свой характер в зависимости от того, в каких сочетаниях подается. Совсем другое настроение у трикотажно-джинсовых сочетаний. В них меньше изысканности, зато больше динамики. Помимо пуловеров и кардиганов, в этом сезоне дизайнеры предлагают вариации на тему понча. Палантины с рукавами и накидки с завязками. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. В честь 20-летия в Тесуре скидка 10% на все. Только две недели. Салон тканей Тесура. На Тимирязева, 26. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия. На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово, 159. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Женская природа всегда привлекала и вдохновляла художников разных эпох и культурных кодов. Ирина Маськова, автор выставки «Геометрия современной женщины», не стала исключением. И представила свои мысли на тему того, какими бывают представительницы прекрасной половины. Идея пришла внезапно. Обычно я рисовала разноплановые работы, то есть это были какие-то классические работы, пейзажи. А тут у меня был такой всплеск эмоций, я захотела нарисовать яркую какую-то работу с формами поработать. Я нарисовала женщину, назвала картину признания и потом подумала, а ведь столько можно идей взять из женщин. То есть есть женщина грациозная, есть сексуальная, есть нежная. И я захотела просто их всех изобразить. И то есть так постепенно одна за другой рождались мои работы. Открытие выставки – это всегда важное событие для художника. И поэтому среди гостей сегодня собрались творческие и яркие личности. Как это принято, да, девушка хрупкая, там, а картины очень такие мощные, картины очень заряженные. Видно, что она человек, вот выставка называется «Геометрия современной женщины», а одна из картин называется «Впереди локомотива». Так вот «Впереди локомотива» я бы назвал, как второе такое рабочее название этой экспозиции. Прям вот «Впереди локомотива», она прет, пашет, работает, это еще все масло. То есть это трудоемкий достаточно процесс. То есть это не так, что картину за езером можно замахать, да? Молодец! Есть уже работы, которые бросились в глаза, настолько интересные, настолько они неординарные. Я их, конечно, вижу здесь многократность и разнообразие представлений для современной женщины во всех ее ипостасиях. Помимо друзей и коллег, поддержать Ирину пришли самые близкие и родные люди. Я непосредственно участвовал в организации этого всего мероприятия, помогал, чем мог, развешать, подготовить. Поэтому я уже все это видел. Очень приятно видеть, что всем нравится. У всех есть какие-то свои мысли, свои впечатления об этих картинах. Позитивно отношусь, да, постоянно рисую, но в основном это происходит ночью, когда уже все ложатся спать, то есть ночью, видимо, приходит вдохновение. Сзади не накопится, и ночью нужно это все выплеснуть. В мире не существует двух одинаковых женщин, каждая со своим уникальным характером, который, оказывается, можно выразить с помощью геометрических фигур. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще больше сюжетов о красивой жизни на сайте vt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime, нижнее подчеркивание, tv. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом я», студию макияжа «Френды» и медстудию Елены Ивановой. Субтитры сделал DimaTorzok